Всем привет, с вами BadPolygon и добро пожаловать на 11 урок из курса руководства для начинающих по Blender 2.8, в котором речь пойдет о системе частиц и разберем мы эту систему с вами на примере капель, которые мы добавим к нашим яблокам. Смотрите внимательно, вникайте, а если возникнут вопросы, то мы обязательно попробуем их решить с вами вместе. И для этого в описании этого видео, как впрочем и во всех остальных, я оставлю ссылки на свои соцсети и чат в Telegram. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать в 11 видео из серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом видео мы создадим капли воды на яблоке с помощью системы частиц, чтобы яблоко выглядело реально мокро. Как всегда, временные метки вы сможете найти ниже в описании видео. И если вы хотите следить за курсом, зарегистрируйтесь в нашем разделе ресурсов бесплатно, где вы сможете загрузить все текстуры файлов проекта, видео из этого курса и наш удобный Blender 2.8 Shortcard PDF. Всем привет, я Зак для CGBoost.com и давайте начнем. Окей, чтобы добавить капли на яблоко, давайте пока спрячем все остальное. Теперь здесь мы можем видеть только яблоко. И прежде чем мы добавим что-нибудь на яблоко, нам нужно создать модель для капель. Итак, курсор находится здесь, в центре. Если нет, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Snap и Cursor to World Origin. Затем нажмите Shift-A, добавьте обычный куб, нажмите S, чтобы уменьшить его. Ctrl-A, применяем масштаб. Теперь добавим новый модификатор, модификатор Subdivision Surface и установите два сабдива для вьюпорт. Теперь тапом идем в режим редактирования. Нажмите 3 на нампаде, чтобы перейти на вид справа. Все выбрано. Давайте нажмем S, зафиксируем это по оси Z и сделаем это более плоским. Жмем Ctrl-R, добавим сюда петлю и переместим ее вниз. Теперь давайте посмотрим сверху. Убедитесь, что X-Ray включен. Включим выделение вершин и теперь мы должны создать несколько вариаций этой капли. Прежде всего, вернемся в объектный режим. Назовем это Drop, Shift-D, нажмем X, переместите это в сторону. Тапом идем в Edit Mode, а затем давайте выберем эту верхнюю часть. Нажмите I, чтобы выдавить это. Нажмите S для масштабирования и зафиксируйте это по оси X. Сделайте это немного меньше и переместите. И просто немного деформируйте всю эту штуку. Вернемся тапом в объектный режим, Shift-D. Еще раз дублируем. Масштабируйте это по Y, сделав более плоским. Выдавите это здесь еще раз. И вот это тоже выдавите. Масштабируйте по оси X. И давайте создадим еще один дубликат. И его тоже масштабируем по оси X. Немного выдавим. Выдавим еще отсюда. И еще. Давайте изменим эту форму. Теперь выберем их все. Правый клик и скажем Shade Smooth. Затем добавим самый обычный материал. Идем в материалы. Создаем новый. Назовем его Water. И просто изменим значение Transmission основного шейдера на единицу, чтобы получить прозрачный материал с преломлением. А Roughness установим на 0. И для того, чтобы в V-partе был интерактив с другими объектами, мы должны пойти в эти настройки и включить Screen Space Reflection. И, что важно, в параметрах рендеринга в разделе Screen Space Reflection, эта штука должна быть включена, так же, как и Reflections. Теперь и другие объекты, как вы можете видеть здесь, будут взаимодействовать с этим преломлением. Теперь давайте увеличим яркость, чтобы она была очень белой. Теперь это действительно прозрачно. И теперь давайте просто скопируем это на другие объекты. И это мы можем сделать, просто кликнув левой кнопкой мыши и зажав кнопку мыши на этом маленьком значке библиотеки, кликнуть и, удерживая ее, перетаскивать на другие объекты. Позже я собираюсь использовать все эти капли в одной системе частиц. Это означает, что мы должны сгруппировать их. И мы можем сделать это, создав здесь новую коллекцию. Итак, коллекция это, по сути, такая папка, в которой хранятся все объекты. Мы также можем создавать новые коллекции, если захотим. Итак, у нас есть эта коллекция по умолчанию. Давайте дважды щелкнем по ней и назовем ее просто «Сцена». Теперь щелкнем здесь по основной коллекции, которая охватывает всю трехмерную сцену. И давайте создадим новую, которую мы просто назовем «Drops». Просто дважды кликните по ней и переименуйте ее. Итак, теперь мы должны переместить все эти капли в одну новую коллекцию. Самый простой способ сделать это – просто выбрать их все с помощью «Shift», затем кликнув левой кнопкой мыши на одном и удерживая перетащить его сюда. Или же здесь, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать «Move to Collection» или «M», а затем выбрать коллекцию, в которую следует переместить эти объекты. Окей, а теперь вернемся к этому яблоку. Яблоко выбрано, и теперь переходим в настройки частиц. Создайте новую систему частиц. Назовем его «Drops», и по умолчанию у нас тип частиц «Emitter». Если я быстро переключусь в рабочее пространство анимации и запущу анимацию, вы увидите, что это яблоко теперь излучает маленькие кружочки. Но это не то, что мне нужно. Поэтому вернемся в «Layout» и включим систему «Hair», потому что мы хотим получить волосатое яблоко. Нет, конечно нет. Мы заменим все эти волосы на объекты. И для того, чтобы сделать это, давайте перейдем в настройки рендеринга. В «Render As» давайте изменим это с «Path» на «Collection». А внизу, в «Instance Collection» выберем коллекцию «Drops». Вы можете видеть, что у нас есть все эти объекты, но вращение неверно, потому что по какой-то причине система частиц всегда использует ось Х как верхнюю ось, а также показывает ее вверх, что довольно странно. Однако мы можем быстро исправить это здесь. Давайте включим «Alject Rotation». И это будет копировать вращение объекта. Теперь давайте выберем капли. Нажмите R, Y и повернем их на 90 градусов по оси Y, чтобы они были по направлению оси X. Теперь давайте снова выберем яблоко. Здесь в настройках рендеринга мы можем изменить масштаб капель. Поэтому они должны быть относительно небольшими, и мы хотим масштабировать их рандомно. Если я увеличу «Scale Randomizes», то у нас получится несколько больших и несколько мелких капель. Затем я также хочу получить случайное вращение, и для этого я должен включить опцию «Add Method», которая определенно добавит сюда «Velocity» и «Rotation». Включите «Rotation» в опциях «Увеличьте фазу до единицы», а затем мы можем по сути рандомизировать фазу, чтобы мы могли рандомизировать вращение. Давайте выставим здесь два, чтобы получить максимальную случайность. И теперь нам нужно уменьшить количество капель. Для этого идем в «Emission» и уменьшаем число. Думаю, 250 или что-то около того здесь подойдет. И прямо сейчас мы видим, что только половина капли на поверхности, потому что вы можете видеть, что центр капли находится в середине. И этот центр будет размещен на поверхности яблока. Чтобы изменить это, просто выделите их все табом в режим редактирования, выделите все, и теперь нам нужно переместить это по оси X. Поэтому давайте просто воспользуемся инструментом перемещения. Теперь я перемещаю это сюда. И вы видите, как капли выходят за пределы поверхности. Конечно, они не должны парить в воздухе, поэтому давайте вернем это немного назад. Вернемся обратно в объектный режим. И я думаю, теперь это выглядит намного лучше. Теперь давайте немного рандомизируем позицию здесь в разделе «Emission». Идем в «Source» и первым делом давайте включим «Use Modifier Stack». Это означает, что эта система частиц учтет все модификаторы, которые мы добавили к яблоку. И давайте изменим Distribution на Random, чтобы получить более случайный результат. Кроме того, здесь вы всегда можете изменить Seed, чтобы изменить случайное расположение капель. Теперь есть одна небольшая проблема, которая на самом деле не проблема. Но местами у нас присутствуют большие капли на стебле. И это выглядит не так реалистично. Поэтому исключим стебель из системы частиц. И для этого нам нужно перейти в режим редактирования. Снимите выделение со всего и подведите курсор над стеблем. Нажмите L, чтобы выбрать его. Затем перейдем на вкладку Object Data. Создадим новую группу вершин. Назовем ее Stem. И нажмем Assign. Теперь мы сгруппировали здесь все выбранные вершины. И теперь можем исключить их из частиц. Табом вернитесь в режим объекта и перейдите в настройки частиц. Затем перейдите в Vertex Groups. Кликните на Density и выберите группу вершин Stem. Теперь все капли только на стебле. Нажмите на эту маленькую кнопку инвертировать и теперь стебель будет исключен. И при желании вы также можете снова перейти в рабочую область Shading и добавить яблоку немного больше глянца. Теперь давайте еще добавим капли к этим двум яблокам здесь. Просто выберите его, перейдите в систему частиц, создайте здесь новый слот системы частиц. И мы хотим получить такую же систему частиц как здесь. Поэтому перейдем к библиотеке системы частиц и воспользуемся Drops. Итак, для этого яблока 250 капель многовато. Выберем это и продублируем систему частиц. Теперь мы можем это изменить. Назовем это Drops Apple Cut. Итак, я продублировал систему частиц аналогичным материалам. Поэтому у меня те же настройки, что и здесь в качестве основы. Но теперь я могу изменить это, не затрагивая систему частиц здесь. Теперь давайте просто разделим это пополам. Давайте разделим это на два. Мы можем использовать математику прямо внутри этих числовых полей. Нажмите Ввод. И теперь значение разделилось на два. И я также хочу исключить эту верхнюю часть. Перейдем табом в режим редактирования. Это все еще выбрано. Добавим группу вершин. Назовем их Drops и назначим. Перейдите в настройки частиц Vertex Group. Выберите Drops и инвертируйте их. Итак, как видите, мы не хотим иметь ничего подобного. Поэтому давайте вернемся. Табом в режим редактирования и нажмем Ctrl+, добавив выделение. Assign повторно и посмотрим, как сработало. Я думаю, так нормально. Теперь у нас нет капель здесь с краю. Далее давайте сделаем то же самое здесь. Здесь мы можем выбрать ту же систему частиц для Drops Apple Cut. Табом идем в режим редактирования. Нажимаем Ctrl+, чтобы увеличить выделение. Перейдите в Object Data и добавьте новую группу вершин. Нажмите Assign. Назовите это Drops. И давайте перейдем в Particle Settings. В Vertex Group. Выберем Drops и инвертируем это. Теперь и у этих двух яблок есть эти красивые капли воды. Вернемся в Layout и не забудьте сохранить ваш Blend файл. Ура, ребята! Теперь у вас есть основное представление о том, как использовать частицы волос для рассеивания объектов по поверхности. Конечно, это можно использовать не только для нанесения капель воды на яблоки. На любую поверхность можно разместить практически все, что угодно. Так что проявите изобретательность с этой системой частиц. Если вы хотите еще глубже изучить Blender 2.8 и поддержать наш канал на YouTube, ознакомьтесь с нашим знаменитым курсом Blender 2.8 Launchpad, в котором вы изучите основы Blender 2.8 и создадите анимированную сцену с нуля. Ознакомьтесь с бесплатными уроками на странице продукта и посмотрите этот клип одного из наших студентов, который проделал потрясающую работу, расширив анимацию, которую мы создаем на курсе. Спасибо за внимание, ребята! А в следующем видео мы соберем сцену, где выберем хорошую перспективу камеры, а затем разместим все наши объекты, которые мы создали ранее и красиво разместим их в нашей сцене. Еще мы будем использовать симуляцию Rigid Body, чтобы бросить кучу яблок в чашу. Увидимся! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok